доброго здоровьи уважаемые посетители канала вот мы как раз давали андрею советы потому как создать семью как так сказать не с помощью черных волос и гибкости гибкости так сказать внешних внешних атрибутов кого-то привлечь но тем не менее тем не менее для кого-то что-то может быть важно для кого-то не особо но будем так говорить вот ученые ученые и вот тут я немножечко согласен они провели исследование как оказать на человека положительное впечатление то есть как его к себе привлечь что на что человек другой человек прежде всего смотрит и как это можно использовать для того чтобы вот создать положительное впечатление и дальше развить можно так создать успех и показать тому или иному человеку том числе и женщины что ты ее достоин что это именно он и так далее вот смотрите о чем они говорят осанка вот эти когда у человека прямая осанка такой царственный вид вот прежде всего мы смотрим на человека мы еще не знаем кто этот человек какой характер там и так далее так далее так далее даже можем волоса не видеть под головным убором и гибко не гибко но невольно обращаем внимание на внешний вид об опрятности мы уже говорили то есть осанка какая у человека осанка если у человека осанка ну не будем говорить что царственная как у меня осанка у меня такая знаете вот я это давно понял так вот осанка говорит о том что энергетика у человека нормальная это очень важно понимать у того человека у которого хорошая энергия как правило ну это не обязательно но как правило осанка хорошая приятно то есть на такого человека приятно смотреть и мы невольно через осанку начинаем считывать его энергетику поднятый подбородочек высокая грудь знаете сзади попенька так сказать смотрит не висит осмотрит вот эти все прогибы изгибы все это знаете вот вот влияет на человека внешне и уже это цепляет вас невольно привлекает внимание и вы как бы сказать уже начинаете как-то положительно относиться к этому человеку именно то что осанка внешне отражает энергетику дальше дальше и вот вы видите человека он вам понравился у него осанка хорошая и теперь наконец таки слышите его голос ну смотрите какой у меня голос голос какой через голос идет энергетика энергетика вы чувствуете как я на вас давлю давлю положительно смысле этого слова то есть голос характеризует нужно сказать внутреннюю часть человека это энергетику там еще можно на глаза посмотреть как они блестят на эти глаза тоже знаете это выдает вот можно сказать они искренне заинтересованы в общении с вами этот человек или так всяк что-то там лукавит себе на уме тоже на глаза посмотрите кстати о глазах они ничего не сказали так вот голос он отражает внутреннюю энергетику которую которую опять таки оцениваете мы все оцениваем невольно на подсознании мы прежде всего оцениваем жизненно энергетическое начало того человека особенно того человека с которым собираемся связать свою судьбу поэтому женщины будут смотреть на вашу осанку на ваш голос и и далее ученый говорит настроение то есть опять таки настроение о чем я вам там много говорил но вы же 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 настроение вот я хороший для себя нашел пример настроение это лампочка то есть все наши процессы обеспечивается энергетикой ну примерно как вот лампочка горит на 220 вольт если лампочка питается 180 вольт она уже чахла горит горит чахла уже света мало и так далее если она питается на 230 вольт 240 вольт то она горит ярко привлекательно хорошо то есть настроение это следующее то что считывают люди с других с другого человека его энергетику его настроение какое какое значит она там позитивное такое негативное какое-то угрюмо или еще что-то естественно тянутся к человеку которого позитивная энергия позитивная и это отображается у него настроение далее знаете вот для того чтобы дальше как бы сказать у человека проявлялась его энергетическая так сказать вот составляющая которая знаете как бы сказать подпитывалась важно настроение это надо чем-то подпитывать это я вам вообще рассказал уникальные вещи которые вы нигде не найдете я их никому итак смотрите настроение далее идет от вашей увлеченности вы должны чем-то быть увлечены когда человек увлеченный любознательный он открыт для энергии и ему даются энергии на вот это увлечение ну увлечение там разное бывает но тем не менее можно так сказать но практически любое увлечение дает человеку энергетику который уже дальше начинает выражаться настроение поэтому увлеченность чем-либо а если вы еще покажете что вы увлечены предметом на которую вы обращаете внимание то есть юной как говорится красавицы там так далее так далее то есть вы это ей покажете вот это вот ну это уже знаете 80 процентов успеха то что согласны с вами согласны с вами на совместное путешествие под названием брак так так то есть увлеченность чем-либо разобрали так позитив и амбициозность далее идут позитив и амбициозность это как бы теперь оттенки вот этого увлечения и настроение естественно позитивно это прежде всего созидательно опять таки это все оценивается значит потому что негативное отчувствуется негативно что она деструктуризирует вокруг пространства естественно влияет отрицательно на людей там допустим и знаете там скандалисты броненергетика то все хорошее они там скандалят с ними крайне неприятно находиться особенно там набухается или еще что-нибудь энергетика опрется глаза выупили и так далее то есть а тут идет агрессия тут идет нечто отталкивающее это все мотайте себе на ус а то значит позитив 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 позитивно вы структурируете пространство положительно вы вы созидатель а к созидателю тянутся женщине нужен созидатель на которого она оперлась и будем говорить она уже там дальше на так сказать плече мужчины уже могла там в доме там ну грубо говоря наводить порядок там так сказать уют и прочее прочее но вот это тот позитив вот это созидание это мужское начало оно должно проявиться мужское начало амбициозность 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 очень хорошая вещь что считается амбициозность то есть как бы сказать вы стараетесь быть лучше да у вас какие-то препятствия будут по жизни и так далее и знаете вот сталкиваясь с различными препятствиями по жизни ну допустим грубо говоря а построить там дом купить в квартиру эту самую кухню еще что-то еще что-то еще что-то знаете можно отделаться так сказать ну знаешь купим так кухоньку только для начала правило для начала на и и на всю оставшуюся жизнь на начало то есть а вот так не то с амбициозным на этого я хочу дом вот я лично хочу дом смотрите какие у меня амбиции следующий дом я хочу с лифтом и с бассейном чувствуете так вот это вот амбициозность некая она окрыляет она опять-таки амбициозность привлекает энергию дополнительно то есть человек изнутри показывает свою мощь и тем более он еще когда вот эти амбиции воплощает в жизнь это повышает и его самооценку и самооценку окружающих ну возьмем меня любимого ну возьмем меня ну кого же брать как не меня в каменске в каменске понимаете никто практически своим собственным умом до такого не дошел мне говорили мама с папой пойди там поработать то все пятое-десятое дадут тебе квартирку и так далее а я только хопа дом построил это их очень удивило очень естественно жена такого не не ожидала никто не ожидал вот а что касается техники холодильник до самый лучший холодильник ну вот видите вот вот вы у меня видите в рабочем кабинете вот у меня на тот на то время это на 1000 на 2013 год вот это был лучший компьютер это лучший компьютер максимально укомплектованный машинка стиральная значит должна быть там маргарита вот такая вот супер-дупер так далее то есть вот как-то амбициозность и вот это вот какой-то напор который у тебя и уверенность вот почему мужчина должен уверенность быть в шоксе эти амбиции так далее воплощать он вот 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 это все показывает пространство что он давит на него и грубо говоря ему надо дать и в результате вот посмотрите на меня и дали что я просил ну а машинах я помолчу далее улыбка ну вот я с вами я с вами хоть у меня в данный момент я особо лицом так сказать не вышел но тем не менее тем не менее и во рту зубу там маловато но тем не менее улыбка улыбка я всех кто приходит на канал практически понимаю что это люди пришли ну за какой-то там помощью или еще там за советами что-то там такое и я вас стараюсь принять но за исключением того что надо что-то там повторять уже все изложено а вы опять там как ангину лечить или там еще там что-то такое то есть улыбка вот будьте доброжелательны к человеку улыбка открывается дверь и улыбайтесь улыбайтесь понимаете а чего не улыбаться чего чего не убылаться злиться я помню когда ковид был и меня так сказать не пустили там поесть отказали ну что поделаешь ну что поделаешь я запомнил но улыбайся улыбайся так что улыбайтесь доброжелательность вот это вот все знаете оно сразу располагает к вам то есть видите сколько я перечислил так слушать другого теперь возьмем меня значит я читаю все ваши комментарии буквально все читаю ваши комментарии на передаче я старался на передаче малахов плюс я старался выслушать посетителей я всегда успею там наговорить своего выслушать и более того знаете не не подчеркнуть его какую-то там грубо говоря убогость или знаете вот опустить человека или там унизить или еще что-то грубо сказать а я старался всегда и вот здесь старался приподнять приподнять человека приподнять вы чувствуете энергия аж приподнялась вот это вот важно то есть слушать немножечко входить в проблему этого человека это то что можете то пожалуйста ну как раз не деньгами но советом можно дать с улыбкой доброжелательно то есть доброжелательно а не то мне некогда валите отсюда и так далее самоирония ну сколько раз я вот относительно себя я демонстрировал это конечно же вы чувствуете что тут кит сидит кит сидит кит сидит как я там себя называю светоч народной медицины и здорового образа жизни ну просто светоч ну такой светоч аж лысина блестить то есть в любом случае надо адекватно себя оценивать с юморком относиться к самому себе да я знаю свои сильные стороны да я знаю свои слабые стороны да есть там хвостовство и так далее так далее наряду с тем что действительно что то дается вот хотя бы вот это вот андрюша это для вас понимаете вот это если вы поймете а я так чувствую что то не понимаете вы думаете за счет волос и за счет там гибкости что то влечит должна быть красота ума красота ума которая вот в этих вещах простых проявляется и на это на это люди реагируют и красавицы не красавицы и так далее все будут ложиться перед вами вот кто там владимир басов что ли был владимир басов актер посмотрите на него да он далеко не красавец а у него жены были одна красивее другой а он был знаете опять таки надо же еще ум иметь чтоб с такой женщиной как бы сказать общаться и вообще-то семья это надо постоянно отношения строить а не то что я сейчас волос у меня черная гибкость я тут лотос вам сплел и все а они там должны это вы должны буквально таки ежедневно что то вкладывать в копилку семейной жизни чтоб она семейная жизнь у вас упрощалась а не разрушалась чтоб вы становились ближе друг к другу а не это самое а не отдалялись и не становились какими-то чужаками детей нету ничего больше нету все уже отвались это это уже искусство жить семейной жизнью не все могут жить вот значит самоиронию я вам рассказал да самоиронию все такое вот и наконец таки смотрите вот когда вы что-то будете рассказывать свои там избранницы так далее что у вас должна быть во время разговора ну примерно я вот так вот сейчас и сделал у вас должно быть какое-то повествование идти а именно повествование то есть смысловая нагрузочка должна идти которая переплетается с эмоциональностью я как раз вам вот в этой вот простой беседы я вам высказал такие уникальнейшие знания потому как как за человека грубо говоря за жабры и сделать его своим и при этом и показал эмоциональность и при этом показал и шутки при этом еще что-то показал то есть чтобы с таким человеком когда там беседуете вам было интересно еще скажу Андрей вы вот эту тему подняли затеяли и я вот как бы сказать прошел по этапам для чего вам надо омоложение ага просто-напросто для того чтобы вы создали семью хорошо для того чтобы создать семью слишком какие-то внешние данные супер-дупер не нужны оказывается нужно общение общение которое я сейчас изложил то есть вы взаимодействуете с человеком как ему понравится как он вас оценивает за что он вас оценивает за что он вас любит за что вы его в конце концов полюбите и будете уважать и в конце концов ценить и поймете что это действительно ваша вторая половина данная вам в этой жизни хватайте ее и любите любите и любите и любите ой ес бичелл есть особый день в году наступает темноту новым годом он зовется и всех людей дается новым годом наступает новым годом он наступает новым годом наступает новым годом новым годом это что нам несет он подарки раздает радость и любовь ждет это новый новый год это новый новый год он 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 Субтитры сделал DimaTorzok